900 страниц. Самый объемный вопрос этой сессии и самый определяющий жизнь региона документ. Бюджет края на следующий год. В парламенте сразу обозначили, что единства в этом вопросе у депутатов нет. И председатель профильного комитета подчеркнул, чем грозит непринятие документа сегодня в первом чтении. Временное управление бюджетом, когда у нас все основные расходы, сами будут финансироваться по одной двенадцатой коллегии. Если посчитать по текущему 2022 году, это порядка 15 миллиардов рублей на все расходы коллегии. То есть в том объеме, который был заложен в текущем 2022 году. Но не думаю, что коллеги, наши избиратели, жители нашего Алтайского края будут обрадованы всем фактом, когда их заработная плата останется прежней, а капитальные все вложения перестадут финансироваться. До главных распорядителей будет доводиться 1,12 финансирование. По словам депутатов, сегодня от них требовалось рассмотреть три цифры. Доход, расход и дефицит. Они уже вызвали полемику. Если мы говорим о том, что нам надо не спеша, но уверенно проехать отрезок пути в составе предпоследнего вагончика, то, наверное, такой бюджет подходит. Если мы говорим, что мы должны что-то опережающими темпами сделать, ну, наверное, нам надо что-то ко второму чтению думать. Либералы-демократы решили бюджет поддержать, хотя и выразили свои претензии. Например, что размер федеральной помощи мал, а Минфин слишком осторожно подходит к акцизам, как источнику доходов. С учетом геополитики, когда в Москве есть что поддерживать, региону нужно рассчитывать на собственные доходы. У справедливоросов вызвали сомнения и расходы бюджета. 153 миллиардов рублей на 13 больше, чем годом ранее. Они считают, что такой размах не отвечает действительности. Большая часть этого увеличения обеспечена за счет беспрецедентного роста дефицита бюджета. С 6,7 миллиардов рублей до 13,4 миллиардов рублей, которые нам в течение года еще предстоит чем-то покрыть. При этом, если сравнивать расходную часть бюджета 2023 года с расходной частью бюджета текущего года, последней в итерации, принятой нами буквально на текущей сессии, то она действительно окажется аж на 27,2 миллиарда рублей меньше. Если честно, такого разрыва за три своих санзыва я не видел никогда. Справедливоросы заявили, что воздержатся от принятия проекта КПРФ, что не поддержат, в том числе и за финансирование важных сфер. А теперь по статейно, опять, как просит Минфин и правительство, сравниваем первое чтение с первым чтением этого года. Жилищно-коммунальное хозяйство минус 25 процентов. Здравоохранение, тут внимание депутатов медиков, которые сегодня тоже присутствуют, минус 20 процентов. Социальная политика минус 5 процентов, опять же, это с учетом 7 миллиардов, которые уходят теперь мимо казны края. А без этого и того там больше падение на 17 процентов. Кто мешает проголосовать за бюджет в первом чтении, в рабочем порядке потом добиваться включения этих предложений ко второму чтению. Среди предложений по корректировке проекта звучал вариант приватизации некоторых предприятий, заимствование средств, причем не только из бюджетных кредитов, увеличение объема резервного фонда края. В КПРФ против законопроекта высказались не все, причем аргументировали свое несогласие с коллегами. Этим вы лишаете помощи жен и детей героев, кровь проливающих за вас на фронте. Пришла пора закончить политические игры. Сталина на вас нет. Уклон идет к тому, что мы консолидируемся вокруг главной цели и задачи, которая сегодня стоит и у нас в Алтайском крае, и в целом Российской Федерации. В итоге за 43 депутата, против 18, 5 воздержались. Бюджет принят в первом чтении. В ближайший месяц парламентариям предстоит большая работа. Следующее чтение обещает быть еще более долгим. Анастасия Дороган, Андрей Печеркин. День с толком.